Нинтендо 3DS выпущен. Как же теперь ответят Sony? А Sony конечно же ответят. И этим ответом становится PlayStation Vita. В Vita были заложены все новейшие технологии, которые могут улучшить качество игры. Nintendo опережают Sony лишь в одном – это 3D. Но несмотря на отсутствие 3D, в PS Vita присутствует много чего другого. Эта консоль стала воплощением всех технологий, которые развивались в течение десятков лет. В каждом миллиметре этой сверхтехнологичной консоли находится элемент, призванный сделать консоль еще более крутой. Nintendo сказали, что будет 3D. Окей, Sony сделают сенсорную консоль. Мало того, что передний 5-дюймовый экран был сенсорный, так еще и заднюю панель сделали таковой. В большинстве случаев вряд ли пользоваться ей будет удобно. Но тем не менее, это плюс, который позволит игрокам взглянуть на игру под другим углом. Впервые пресса могла увидеть эту великолепную консоль 27 января 2011 года в 3 часа дня в отеле Primes Park Tower. До первого анонса системы игроки и все остальные называли ее PSP2. Ну, в принципе, это логично, ведь Sony никогда не заморачивались с названием для своих серьезных полноценных систем. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Вот и в этот раз игроки догадывались о названии. Все они были неправы. Sony назвали свою новую портативную консоль NGP. Эта аббревиатура расшифровывается как Next Generation Portable. Также это переводится как портатив следующего поколения. Sony так и говорили, что их консоль не имеет аналогов и является лучшей игровой системой из существующих. После демонстрации пресса была в изумлении, ведь Sony действительно хорошо постарались. Они заявили, что их консоль не будет уступать по мощности PlayStation 3, а это, согласитесь, серьезное заявление. Это с учетом того, что стоят они примерно одинаково, и NGP еще и портатив. В следующий раз консоль показали на E3 2011 года. Там эта консоль снова произвела фурор, в отличии от их конкурента Nintendo. Произошла довольно забавная ситуация. Nintendo надеялись на то, что NGP будет хуже, чем их 3DS, но они были неправы. Почти все функции, помимо 3D, которые присутствовали в 3DS, дублировались в NGP, вплоть до дополненной реальности. Sony теперь дали окончательное и официальное название своей консоли, намного более звучное, чем NGP – PS Vita. Vita – значит жизнь, и не даром они назвали консоль именно Vita. Вспомните ролик PlayStation 9, в котором парень на крыше открывает некую сферу, и из нее вылетают маленькие споры, которые заставляют парня видеть игровую реальность. Sony не отходили от этой идеи и двигались вперед навстречу PlayStation 9, делая свой продукт все более интерактивным, каждый раз приближаясь к полному объединению игрока с игрой. В итоге консоль PS Vita стала намного мощнее, чем Nintendo 3DS. Sony решили забрать аудиторию 3DS за счет большей казуальности, но у них это не сильно пока получается, ведь игр слишком мало, не хватает множества прекрасных игр типа LittleBigPlanet. Nintendo представили на E3 2011 года свою новую ультра-инновационную консоль – Wii U. В итоге их акции упали так сильно, что стали стоить ровно столько, сколько стоили в 2006 году. Буквально за один день они вернулись на 5 лет назад. Не то чтобы консоль была плохой, просто анонсировать ее нужно было, как минимум на сутки раньше. Консоль представляла игроку новый планшетный контроллер, на котором изображение дублировалось, и игровой опыт мог стать еще более приятным. Даже при отключенном телевизоре можно играть в консоль. К тому же, она совместима со всем, что было в простом Wii, включая аппараты. Плюс, Nintendo хотели в этот раз поработать не только на казуалов, но и на серьезную публику. Акции упали из-за того, что за день до анонса Wii U, Apple анонсировали точно такую же технологию. Apple показали возможность использования айпада для Apple TV. Боссы Nintendo были в шоке, никто не ожидал такого хода событий. Они и не догадывались, что может случиться что-то плохое. Как результат, Nintendo плачут, и Sony вырываются вперед со своей PS Vita, и все концентрируют внимание именно на ней. Консоль выходит 17 декабря 2011 года в Японии, а позже в конце февраля в Америке и Европе. Давайте внешне рассмотрим новую консольку. Внешний вид она имеет схожий на 98% с обычной PSP. Формы PS Vita стали более округлыми и элегантными. Появился второй аналоговый стик, что делает консоль все более схожей с контроллером от PlayStation. Покрытие этих самых аналоговых стиков стало более хорошим и прорезиненным. Пальцы не имеют ни единого шанса на скольжение. Диагональ экрана выросла и стала 5-дюймовой. Вот, пожалуй, и все наиболее значимые внешние отличия этих консолей. Внутри PS Vita находится мощнейший четырехъядерный процессор ARM Cortex. За графику отвечает графическое ядро CGX543MP4+, работающее на частоте 200 МГц со 128 МБ видеопамяти. Оперативная память консоли составляет ровненько 512 МБ. Передний экран консоли является сенсорным. Задняя панель также сенсорная. В консоли установлены две камеры. Передняя для общения, а вторая задняя для создания на вашем рабочем столе эффекта дополненной реальности. Например, в файтинге ваши персонажи будут драться прямо на вашем рабочем столе. Эта технология ранее использовалась в 3DS. Игры теперь находятся не на UMD дисках, а на специальных флешках. Это существенно улучшает быстродействие консоли, а также помогает сэкономить место в самой консоли для внедрения в свободное пространство новых технологий. В игровой системе также находится акселерометр и гироскоп. Также можно покупать отдельные карты специально для PS Vita, на которых игрок хранит свои сейвы и игры, скачанные со специального сервиса. Операционная система в консоли была изменена. Заточена она специально под использование сенсорного экрана, ведь старая XMB вряд ли подойдет. В консоли находится множество встроенных приложений, таких как NIR, например. Все эти приложения созданы для объединения игроков в сообщество и для игры между ними. В итоге консоль получилась крутой, с одним лишь минусом. Игр для нее практически нет, но судя по первым результатам, можно с уверенностью сказать, что на консоль выйдет немало шедевров и она еще получит свою далеко не минуту славы. Сейчас все двигаются в сторону интерактивности и казуальности. Мне, например, это мало приятно. Ладно, интерактивность – это хорошо, но казуальность? Я играю в компьютерные игры, в основном из-за сюжета. Мне приятно следить за развитием событий и непосредственно участвовать в них. Есть игры с просто гениальным сюжетом, а простая казуальщина не может дать таких чувств. И будет очень печально, если серьезные проекты начнут умирать, а на их место будут приходить всякие Kinect Adventures или Wii Sports. Поэтому, если я буду выбирать приставку из трех существующих производителей, я никогда не выберу Nintendo. С вами был Перпету Мобил, комментируйте, оценивайте, подписывайтесь. До новых встреч!